добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить о эволюции христианской свободы предпоследний этап один из важных до которого не все по сути наверное и должны доходить это этап рабство чем он отличается от слуги слуга это человек который где-то всегда рядом ему платят ему воздают определенные почести возможно даже получает определенные дивиденды но когда мы говорим о рабах раб это тот человек который ничего за это не получит от тех кому он служит раб это тот человек который не получит дивидендов не получит никакого вознаграждения и возможно даже похвалы от тех людей которым служит напротив раб презираем людьми которым он служит человеческой природе греховной человеческой природе а во многих даже христианах она все еще жива существует такое знаете пренебрежение к людям посвятившим жизнь низким вещам низкому служению и поэтому когда мы будем делать что-то для людей они будут нас презирать они будут унижать они будут оскорблять они будут всячески клеветать нам стоит посмотреть на служение христа он жил служил совершал чудеса в атмосфере абсолютной враждебности несмотря на то что он исцелял людей несмотря на то что он их кормил несмотря на то что он поступал с ними как бог любящий постоянно являя эту любовь они все же кричали в конце распни и даже до момент когда его привели в приторию и снедрён собрал толпу народа люди находились по отношению к нему в оппозиционном состоянии многие приходили послушать его проповеди чтобы уловить его на словах кто-то просто получал то что хотел и уходил достаточно вспомнить десять прокаженных да только один вернулся воздать славу богу это просто подойти и сказать спасибо все остальные просто получив то что они хотели воспользовавшись им они пошли по своим домам люди относились ко христу как к рабу он сделал свое дело он может идти точно также люди относились к апостолу павлу также относились к петру да наверное ко всем апостол и сегодня когда мы с вами поднимаемся на этот уровень мы готовы служить не ожидая что люди которым мы это делаем будут нас благодарить и мы должны быть готовы и мы готовы к этому чтобы не злиться не обижаться не ранить себя а их колкости об их унижение высокомерия так далее четко понимая что мы с вами являемся рабами наш статус вторая особенность этого периода это нас иногда будут просто не замечать раб это человек невидимка это человек который может присутствовать но и на него никто не обращает внимание он делает важные вещи по сути наверно все происходящее в доме держится на рабах но их никто не видит никто не воздает им почести никто не говорит посмотри какой хороший работник посмотри как он вот трудится там и так далее бывают исключения но в большей массе раб это человек невидимка он не на сцене свете рамп он не на передовой он не главный актер он просто тот кто делает грязную черновую работу то есть когда ты поднимаешься до уровня раба ты четко должен понимать слава не придет не будет признание не будет того что придут люди и скажут посмотрите какой потрясающий человек потому что все что мы с вами получим и воздаяние за наш труд и славу мы получим на небе и получим из рук нашего небесного отца если вы готовы служить невзирая на не на то что вам никто не будет говорить спасибо то что никто не будет замечать вашей работы то что никто не будет вас хвалить а напротив будут находить какие-то проблемы ваших словах ваших поступках то вы достигли этого уровня вы стали работа